Уважаемые братья, сейчас век высоких технологий, и по сути своей есть такая информационная война. Часто бывают люди, которые никакого отношения к исламу не имеют, закидывают какую-то ложную информацию об исламе. И как имамам часто приходится проверять эту информацию. Часто бывает, что придуманы информация, придуманы хадисы, придуманы какие-то истории и так далее. И видишь двух людей, которые начинают спорить с собой во второстепенных вопросах, и этот спор уже начинался доказать именно правоту. Может быть, он начинался с какой-то искренностью, этот спор переходит на личности. И этот спор уже люди забывают о искренности, об их ласе, тем самым уже дабы оправдать, так скажем, в кавычках, свою правоту, которая в основе своей является ложью. Поэтому короткое хотел сделать напоминание самому себе и всем нам, то, что основное, что в нашей религии есть, основное, основное – это аль-ихляс. Если вы откроете книги по хадисам, например, даже имам Бухари и так далее, первый дабыль – аль-ихляс. Первое, что – искренность. И мы знаем, чтобы Аллах, Субханя Аталья, принял наши с вами дела. Вот сейчас мы пришли сюда в пятницу. Для чего? Не для того, чтобы прийти домой и сказал, там, я был в мечети, он на джума ходит, поехал на умру, на хач. Не для того, чтобы, когда ты возвращаешься, сказали «хаджи», не просто по имени, а с приставку тебе «хаджи» уже добавили. Не ради чего? Ради Аллаха, Субханя Аталья. Поэтому не будут приняты дела, если не будет двух условий. Аль-ихляс, в первую очередь, если не будет искренности. И если это дело, твое поклонение, не будет соответствовать пути сунни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Самая великая сура во всем Кур'ане – суммят бисурат аль-ихляс. Сурат аль-ихляс, куль ху Аллаху ахад. Называется ثулет аль-Кур'ана, одна треть Кур'ана. Поэтому также Аллах, Субханя Аталья, в сурат аль-Мулл говорит, Аллах испытывает вас, дабы увидеть, кто из вас лучше в делах. Не у кого больше дел, а у кого, кто из вас лучше в делах. То есть, кто из вас более искренне в своих делах. Поэтому даже в тот же самый хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, два раката намаза человек прочитал, при этом сердце его присутствовало ради Аллаха. Это будет заслужить тем самым он рая, вечной райской обители. Субханя Аллах, не сто ракаатов, не тысяча ракаатов, не два ракаата. Да, но почему ты искренне сделал это ради Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Поэтому ихляс – это основа нашей веры, основа всего. Искренность – это основа всего. Аллах, Субханя Аталья, к нам с вами обращается в сураты Тауба и говорит, О верующие, бойтесь Аллаха и будьте вместе с искренними, с правдивыми людьми. Это то, что Аллах, Субханя Хума Та'аля, от нас требует в этой жизни. У этой искренности есть плоды в судный день, где Всевышний, Субханя Хума Та'аля, говорит. Это один из любимых наших аятов, где Аллах, Субханя Хума Та'аля, сказал, как будто Аллах, Субханя Хума Та'аля, этим аятом поставил печать и говорит, вот он, судный день, в этот день искренним поможет их искренность. Как сказал один из ученых, как будто ты приходишь на экзамен в университет, и тебе учитель говорит, сегодня убирайте книжки, хватит повторять. Бывает, когда мы учились в университете, в школе, остается экзамен 10 минут, учитель говорит, есть последние 10 минут, 5 минут повторить, закрывайте книжки. Это повторил, то повторил, потом говорит учитель, кто повторял, кто учил, тому поможет. Не повторял, не учил, если ты дома, сколько бы ты сейчас не повторял, тебе ничего не поможет. Также Аллах, Субханя Хума Та'аля, говорит, вот это тот день, ради которого мы с вами жили. Каждым днем мы приближаемся к этому дню, уважаемые братья. В этот день искренним поможет их искренность. Была ли у тебя искренность с Аллахом, ты сам лучше знаешь, тогда это тебе поможет. Поэтому что такое ихлас, вкратце, что такое искренность? Каждый из нас хочет быть искренним. Как я могу стать искренним перед Аллахом, Субханя Хума Та'аля? В тот момент, когда мы понимаем то, что Аллах, Субханя Хума Та'аля, Аллах не смотрит на количество твоих дел, Аллах смотрит на искренность, которая в твоем сердце. Ученые говорят, в делах искренность может заслужить человек двумя путями. Первый путь. Это когда человек очищает свое сердце, дабы его это действие не было, ради того, чтобы люди довольствовались его делами. То есть не ради показухи, не ради Аллаха, Субханя Хума Та'аля, делаешь, а ради довольствия Аллаха, Субханя Хума Та'аля. И не важно, что люди скажут. Это первое. Важно, как Аллах подумает о тебе. Второе. Именно тот двигатель, так скажем, тот рычаг, который тебя подталкивает к этому, к Аллаху, Субханя Хума Та'аля, к искренности, должна быть любовь к Аллаху. Ради Аллаха, делаешь, любишь Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Возвеличены сердцами Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Как сказал Всевышний Аллах, Субханя Хума Та'аля. Кто сердцем возвеличивает Аллаха, его шариат, то это из богобоязненно сердец. Надежда на награду от Аллаха, на его удовольствие. И надеется, что человек тем самым приблизится к Аллаху, Субханя Хума Та'аля. Поэтому Всевышний Аллах, Субханя Хума Та'аля, сказал в Коране. И мне было приказано ничто иное, кроме как поклоняться одному Аллаху, искренно ради Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Поэтому бывает часто такое, человек делает какие-то дела. Искренно, полностью искренно он не поклоняется Аллаху, Субханя Хума Та'аля. Или какое-то дело не делает, он не делает его искренно. Некоторые люди думают, что искренность – это просто отдалиться от показухи, чтобы это не было некая такая показуха или лицемерие. Да, это туда входит, но не только это. Это когда человек встает для поклонения Аллаху, Субханя Хума Та'аля, сердцем, которое любит Аллаху, Субханя Хума Та'аля, больше всего остального. Просыпаешься ночью ради Аллаха, любишь Аллаха больше, чем сон. Молитва лучше, чем сон. Когда ты даешь ради Аллаха, потому что ты любишь Аллаха, чем это имущество, эти свои деньги и так далее. Поэтому именно когда ты делаешь поклонение с любовью по отношению к Аллаху, возвеличиваешь Аллаха, надеешься на его награду, и боишься наказания Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Искренность перед Аллахом, только перед ним Аллахом в поклонениях, не предавая Аллаху Субханя Хума Та'аля, товарищи. И это есть ха-ки-ка-туддин, истина нашей религии. Основы нашей религии. Максуду-р-рисаля. Смысл посылания всех посланников. 124 тысячи пророков было, из них 313 посланников. Основной смысл – Ихляс. Искренность ради Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Зубдату-ль-Китаб. Основы книги, Кур'ан – это Ихляс. Валя-ху хуликал-халк. Ради этого Аллах сотворил все творение людей, джиннов, животных. Ради Аллаха, Субханя Хума Та'аля. И это конечная наша с вами цель – возвращение к Аллаху, Субханя Хума Та'аля. Этот день искренним поможет, их искренность. Кто это сможет себе напомнить? И поминать одного Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Искренно поклоняться Ему. Тем самым эти люди, Аулия Аллах, приближенные к Аллаху, Субханя Хума Та'аля. И они счастливы в этой жизни и вечны. Поистине, друзья Аллаха. Нету страха у них. То есть не бойтесь, что будет после смерти. Вас ждет райский обитель. И не печальтесь за то, что вы оставили. Аллах, Субханя Хума Та'аля, с ними. Если человек оставит искренность, тем самым он станет врагом Всевышнего Аллаха, Субханя Хума Та'аля. И будет вечным несчастьем в этой жизни и в вечности. И в итоге, Ихляс, это есть искренность слов. Нету никого, ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, Субханя Хума Та'аля. Ради Ихляса все-все пророки, все посланники объединились ради искренности перед Аллахом, Субханя Хума Та'аля. И ради искренности перед Всевышним Аллахом, Субханя Хума Та'аля, Аллах сотворил небеса и землю. Просим Аллаха, Субханя Хума Та'аля, уважаемые, дорогие братья, чтобы мы были... Чтобы мы были из искренних рабов Аллаха, из богобоязненных рабов Аллаха, из друзей Аллаха, которым нету страха и нету печали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова